Две мастерские дома художников сгорели в Петропавловске. Пожар в здании, расположенном на туристическом проезде, вспыхнул в четверг около полуночи. Огонь полностью уничтожил две творческие мастерские. Пожарные боролись с огнём до четырёх утра. Художники рассказали, что вся проводка в мастерских давно находится в плачевном состоянии и, по предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Вчера, около 12 ночи, случился этот пожар. А пожар начинался с мастерской Шохина и потом уже распространилась наверх. Это на третий этаж уже мастерская Ворошилова. Ну, как видите, всё сгорело, что было очень много картин. Это весь период их творчества. Кроме двух уничтоженных огнём мастерских Виталия Шохина и Владимира Ворошилова, в доме номер 11 на туристическом проезде находятся ещё мастерские Сурена Казаряна, Владимира Соколова-Шершёва и Виктора Тришкина. 80-летний Владимир Шохин хранил там более ста картин. Придя утром на пепелище, художник с ужасом обнаружил, что большая часть труда всей его жизни оказалась уничтоженной. И материалы, которые были, и библиотека вся пропала, и все произведения. Вообще ничего не осталось. То, что осталось, это в музеях, у друзей и всё. А у меня теперь сейчас ничего нет с нуля, надо начинать. Но мне уже много лет, когда начинать. Художник с отчаянием рассматривает то, что осталось от его работ. Он говорит, что восстановить картины уже невозможно. Многие из них должны были представлять творчество камчатских авторов на выставке в Новосибирске. Теперь эти работы утрачены навсегда, а на выставку будут отправлены другие картины. Здание, в котором сейчас располагается дом художников, построено ещё в 50-х годах, а капитальный ремонт в нём не проводился более 30 лет. Зимой оно не отапливается, трубы текут, а пожары возникают регулярно. Творить в таких условиях, по словам художников, невозможно. Я уже пятый год не работаю, потому что размороженные трубы течёт, окна побиты, и всё, забита мастерская, и всё. Уже три раза горело. Но в этот раз не дошло у меня с той стороны. Это плачевное состояние вообще всего дома. А вот то, что это, это вообще не подлежит никакому разговору и объяснению. Художники рассказали, что давно просят предоставить им новые помещения. Но дальше обещаний дело так и не пошло. Ветхая лачуга, в которой им приходится ютиться, вызывает у художников чувство стыда. В это трудно поверить, но в помещении, куда ведут сгнившие деревянные лестницы, больше похожем на многоэтажный сарай, чем на дом художников, камчатским творцам приходится устраивать выставки и даже принимать туристические делегации. Мы всегда ставим о новом доме художника, который он имеет, естественно, это культурное учреждение, и должна быть и такой вид иметь. Не так, как сейчас смотрится, да. Нам бы хотелось это, потому что к дому художников приезжает очень много хусей. Завтра, послезавтра начинаются туристы на Камчатке. Они не будут ходить по супермаркету, они ищут, где выставочный взял, где дом художников. К нам будет приходить. Нам стыдно это показать. Между тем, на ситуацию уже отреагировали в краевом правительстве. Помочь художникам-погорельцам пообещали краевые власти. Они назвали большой трагедией для всех жителей полуострова уничтожение культурных ценностей и сообщили, что сейчас ищут возможность помочь художникам. В правительстве не уточнили, о какой именно помощи идет речь, но добавили, что не оставят это событие без внимания.